На что будет жить область? Сегодня депутаты законодательного собрания поставили точку формирования бюджета на ближайшие три года. Каждая из фракций выделила свои направления, требующие дополнительного финансирования. Единороссы выступили за увеличение бюджета на ремонт детских садов, выплаты молодым семьям, модернизацию детских лагерей отдыха. Зная о том, что конкретно волнует людей, позволило нам по максимуму учесть их потребности. То есть, вот смотрите, вот коллеги сейчас озвучивали, в единстве первые в России 500 миллионов рублей увеличили ремонт детских садов. До 5 миллиардов беспрецедентно дополнительные меры поддержки муниципалитетам, которые им позволят снять как раз те вопросы, которые задают жители текущего ежедневного характера. Благодаря поправкам фракции ЛДПР, единовременной денежной выплатой взамен бесплатного земельного участка смогут воспользоваться больше оренбургских семей. Коммунисты выразили сомнение по необходимости приобретения жилья для наших чемпионов за счет области, указав на приоритетность развития массового спорта. Витя-спикер Александр Кунеловский подчеркнул, что поправки «Единой России» как раз на это и направлены. Мы уже 10 лет подряд ремонтируем спортивные залы в сельских школах. Это разве не массовый спорт? У нас рост в связи с вложением 200 миллионов в открытые формы спортивных занятий, рост посещения должен увеличиться в 10 раз. После эмоционального обсуждения бюджет области был принят. За проголосовало большинство депутатов. Бюджет сбалансированный, реалистичный, социально ориентированный. Деньги в бюджете есть, а деньги, как известно, любит счет. Поэтому теперь задача правительства области – эффективное распоряжение средствами, задачи депутатов – мониторинг, анализ соблюдение принятых параметров бюджета и, конечно же, оперативное реагирование и внесение изменений при необходимости. Таким образом, область вступает в 2022 год с реалистичным бюджетом, в котором заложены все необходимые средства не только на социальные выплаты, но и на развитие региона и строительство новых объектов. Светлана Семенида, Владимир Жидов.